На этой неделе городской Дом культуры стал местом проведения Большого Рождественского концерта. Он был подготовлен и проведен совместно с Лавинским благочинием и Управлением культуры. С подробностями наши корреспонденты. В фойе Дома культуры гостей встречали выставки-ярмарки народного творчества. Большую помощь в их проведении оказали общины сестер милосердия Свято-Подзелимоновского храма города Славинска-на-Кубани и волонтеры общественного молодежного объединения «Регион 93». Всех гостей мы угощаем нашими сладостями, нашими кулинарными достижениями и поделками, которые дети делали сами. Это ярмарка продажа и все потом вырученные деньги пойдут в благотворительный фонд, который тоже помогает людям. Различные поделки своими руками на выставке представили дети из воскресной школы совместно с сёстрами милосердия Свято-Подзелимоновского храма. Мы к работе решили подойти более ответственно, более дизайнерски. Выбрали цветовую палитру, четыре цвета, и не отходя от этих цветов, мы уже делали композиции. Старались, чтобы композиции были такие более пригодные в быту. Там у нас есть магнитики на холодильник, такие же шарики, которые дети сами делали. Очень интересно, что очень такая сложная работа, когда нужно было ниточку наматывать на шарик, и четырёх-пятилетние дети с этим очень хорошо справлялись. Очень важно, чтобы рассказать людям о родительстве Христе, о самом празднике, что это один из самых главных праздников христианских, что Господь воплотился, Он принял на себя облик человеческий, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это очень важно, и чтобы все видели, и все также порадовались вместе с нами этому замечательному празднику. Перед началом концерта зрителей поздравили с Новым годом и Рождеством Христовым председатель Совета Славинского района Григорий Литовко и благочины Славинского округа Игумен Иннокентий. Что такое Рождество? Это день рождения Бога, день рождения Иисуса Христа. С чем он ассоциируется всегда, день рождения? День рождения всегда ассоциируется с подарками. И вот, когда мы ходим друг к другу в гости, мы дарим книги, дарим игрушки, дарим какие-то поделки, которые мы сделали своими руками. И вот давайте задумаемся, что мы можем подарить Богу на день рождения. А на день рождения мы можем Богу подарить только одно – стать хорошими людьми. Это самый большой для Бога подарок, потому что именно для этого Он родился. Хочу вам пожелать, чтобы планы ваши сбывались, чтобы в ваших семьях был мир, покой, благополучие, чтобы вот те традиции наши, вот сегодня проходят Дни Святых, чтобы они сохранялись, потому что эти традиции, они человеколюбивые. Всегда мы на этих традициях воспитывали Бог старшим, уважение к ближнему. Хочется, чтобы они и сохранились. В мероприятии приняли участие творческие коллективы района, хоры храмов славянского благочиния, ученики воскресных школ. Волшебные звуки музыки наполняли сердца зрителей теплом и подарили каждому настоящее рождественское настроение. Тина Кабачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».